Учебник английского языка, седьмой класс, Афанасьева Михеева, юнит второе, упражнение 65, и нам нужно поставить предлоги там, где это необходимо. Насколько я заметила, это идут фразы, где-то у вас, по-моему, 50-е упражнение, то есть там, где у вас текст большой насчёт изучения английского языка. В общем, работа с этими же фразами. Пожалуйста, помоги Майклу, он не cope, это справляться с чем-то, он не справляется с переводом. И вот как раз здесь в соответствии русскому переводу, здесь как раз ставится предлог with. Так что давайте я вам, значит, буду их, наверное, здесь отдельно выписывать. Первый у нас with. Так, вот здесь пусть он у нас сбоку торчит. Итак, please help Michael, he's not coping with the translation. Могу я спросить тебя вопрос, что ты думаешь по поводу изучения двух или трёх иностранных языков в школе? Тоже ваша новая фраза, что ты думаешь, можно задать с помощью глагола feel. И это будет звучать what do you feel about? Довольно она уже для вас, я думаю, стала известной. Can I ask you a question? What do you feel about learning two or three foreign languages at school? Таня всегда делает заметки или записывает, вообще можно даже перевести, новые полезные слова, которые она находит в книгах. И делать заметки чего-то, ну это если дословно, вообще можно просто записывать, здесь ставим предлог в. Как много новых слов ты можешь выучить за один раз. За один раз тоже новая ваша фраза звучит. Если ты не знаешь, какую книгу выбрать в библиотеке, ты можешь всегда спросить, ну дословно, так как бы лучше сказать, ну спросить, дословно информацию, да, или узнать сведения и так далее. Ну в любом случае у нас ask, если мы потом спрашиваем какую-то информацию, узнаем сведения, это будет ask for. Так, if you don't know what book to choose in the library, you can always ask for information. Так, номер шесть. Когда мы говорим с англичанами или американцами, мы тренируем или практикуем, если дословно, наш английский язык. Ну здесь, я думаю, вы поняли, ничего ставить не придется. Мы тренируем без всяких предлогов. When we talk to Englishmen or Americans, we practice our English. Все друг за другом без предлога. У меня никогда нет проблем в запоминании стихотворений, но я знаю, что много студентов считают это сложным. У меня никогда нет проблем в запоминании стихотворений. Идет у нас так, сейчас секундочку, без ничего. То есть в русском стоит предлог вы, ну в английском просто. To have problems, потом просто memorizing. То есть семерочка у нас идет, первый, без ничего. А вот затем, ну тут я думаю, так понятно, я знаю, что много студентов, то есть, конечно, a lot of students. Здесь у нас в... Ты счастлив тем, как тебя учат английскому. Ну, в общем, как-то так. Are you happy with the way? То есть, ну у нас тоже тут несоответствие идет по переводу, просто запомните, are you happy with? Счастлив ли ты дословно тем способом, да, потому что все-таки way, ну можно просто сказать тем, как тебя учат английскому. With the way you are taught English. Текст был таким сложным, что я не мог get the idea of it. Это значит понять его, в данном случае именно его. То есть здесь в. Хотя я читал его три раза. Вы можете использовать старые идиомы и звучать забавно, если вы не дословно, не поддерживаете себя современным. Но это если дословно, сейчас мы переделаем по-другому. Главное нам запомнить, что здесь предлог не нужен, оно так и звучит. У вас это переводилось так, авторами учебника, что если вы не используете, как-то там было старые идиомы, по-моему, так старые выражения, ну вот что-то вроде этого, да, то есть вы можете использовать старые идиомы и звучать как-то, ну в общем, забавно, ну то есть вы, в общем, смеяться над вами будут. Если вы не будете, ну идти ногу со временем, если по-другому это перевести, идти в ногу со временем и изучать новые идиомы. You can use an old idiom and sound funny if you don't keep yourself up to date. Я должен сказать, я был довольно разочарован фильмом, который мы увидели вчера. Важно запомнить насчет disappoint. Это ваше слово из словарных слов. Так вот disappoint по поводу чего-то неодушевленного. У нас есть два варианта предлога сказать или at, или about. То есть тут сами смотрите, ну не знаю, давайте я about напишу. I must say I was quite disappointed about the film we saw yesterday. И двин... стоп. Oh, pardon. Так, здесь у нас ничего, да, десяточка, это я забыла записать. А вот в одиннадцатом у нас about или at, можете так и так. И двенадцатый, мои родители будут разочарованы мной, если я опоздаю. А вот здесь разочарование человеком. То есть если мы разочарованы в человеке, вот там предлог меняется. И тоже выбор будет два предлога, или with, или in. Ну, давайте with, ладно, пишу with, ну можно и другой. My parents will be disappointed with me if I am late. Так, и ответы готовы. Вот напомню, в одиннадцатом, двенадцатом есть два варианта. Я записала по одному варианту, но там еще есть два других. Продолжение следует...